Добрый вечер, дамы и господа, и ко мне очередные вопросы. Руслан, привет! В продолжении темы мумий. Расскажи, пожалуйста, про Ленина Владимира Ильича. Его мумия уже почти сто лет лежит в центре Москвы. Какую функцию она выполняет? Ленина туда положили как символ объединения Союза, Союзского Союза, или той России, которая начала образовываться после Октябрьской революции. Там очень много людей в то время его обогатворили, вдохновлялись одним словом Ленин. И поэтому его тело решили использовать для усиления духа и единения народа, через эгрегор, конечно. Был очень большой эгрегор, и сейчас Ленин выполняет функцию такого... Кстати, часть его души сохранилась в этом эгрегоре, и вообще там пребывает внутри, над мавзолеем, и является проводником энергии к этому эгрегору от людей. И вообще работает в этом эгрегоре, буквально. Большая часть души все-таки пребывает не там, и, кстати, душа уже давно перевоплощается Лениным. Но какая-то частичка все-таки осталась там, и как бы возглавляет некоторые эгрегориальные структуры старой России или старого Советского Союза. Пока еще есть коммунисты, пока еще есть любители Ленина, эгрегор будет жить. И часть души, астральная, кстати, и ментальная, будут работать по помощи тем самым людям, которые думают о Ленине. Но вообще мавзолей был установлен на месте силы, относительно, на месте пересечения решеток. Чтобы использовать эти энергии, там, с места схождения линий решеток, вообще вокруг Кремля все расположено с использованием решеток. Вообще там место силы крупное. И там есть православный собор, отреставрированный недавно. Он тоже на своем узле решетки, то есть тоже является таким основным носителем православной культуры на территории России, таким соединителем энергетических линий эгрегора православия. А вот мавзолей и сам Ленин, через них проходят энергии... Ну и как назвать? Эгрегор России, старой России, эгрегор Советского Союза, эгрегор революции. Хотя это все... Кстати, он худеет. За последние пару десятков лет он основательно похудел. уменьшается. Но все еще он служит... Служит каким-то символом. И в итоге когда-нибудь... Вот сам Ленин не обладает теми высокими частотами, которые... Которые нужны или используются... Которыми обладают некоторые другие мумии, например, некоторые египетские. Ну, хотя... Все-таки его тело смертно и вынуждены поддерживать его тело в каком-то бальзамирном состоянии современными технологиями. Поэтому, скорее всего, через сколько-то лет тело будет все-таки захоронено. Убрано из мавзолея. Но сам мавзолей могут оставить, либо переоборудовать его. Потому что все-таки основную функцию запитывания и эгрегориальную функцию несет сам мавзолей. Он, кстати, выстроен в форме такой ступенчатой пирамиды. Кстати, из него можно сделать другое место силы. Что бы я сделал? Что, возможно, и сделают? Ну, если бы я был в правительстве или от меня что-нибудь зависело, я бы предложил тем коммунистам или тем любителям Владимира Ильича Ленина, Ульянова, ну, который объединяется в коммунистическую партию и некоторые другие кружки или объединение есть. Я бы предложил, если вам нужен Ленин в мавзолее, вы можете сами поддерживать его поддерживать, ну, его положу, такое вот относительно сохранное состояние за свой счет, то есть скидываясь или какую-то часть денег партии туда оплачивая как за самого Ленина, так и за недвижимость, потому что в центр Москвы самая дорогая недвижимость, и там очень большие деньги. В мавзолее там держать и Ленина вообще там держать. Поэтому я бы предложил, если им нужно, то, пожалуйста, можете на партийные деньги содержать мавзолей и оплачивать все. Если они бы не организовались, не собрались, то, конечно, Ленина бы вывезли оттуда. И к тому времени, когда это будет решение приниматься, то количество членов коммунистической партии к тому времени повымирает, их будет намного меньше. И смогут они содержать Ленина там или не смогут, будет зависеть от их количества и от их денежных, их финансовых возможностей. Я думаю, постепенно любители коммунизма или любители старого коммунизма, вот того самого ленинского, потихонечку будут уходить из жизни, потому что они с десятилетиями, конечно, потому что они стареют, болеют и умирают. И поэтому в итоге Ленина это вывезут и, скорее всего, захоронят в землю. Вряд ли он кому-нибудь будет нужен через несколько десятков а тем более сотен лет. Но с Кремлём что будет делать? Пока он служит, всё-таки Кремль пока ещё запитан на решётке планеты. Он является одним из мест силы. И, скорее всего, его оставит. Хотя его могут усилить. Хотя что там будет с ним делать, это будет решать в то время эти люди прозорливые, умные, которые могут быть с помощью экстрасенсов как раз или с помощью многомерных ясновидящих, которые к тому времени количество может прибавиться или увеличиваться. Может, даже меня спросят в зависимости от вопроса. Будущее поколение будет решать, что с этим делать. А пока Мавзолей, Кремль и православный храм служат своим не только эгрегориальным функциям, но и энергетическим и кристаллическим и, в общем, решёткам. Они стоят на местах силы и служат как это объяснить? Не просто. Я вот вижу, как энергии идут, текут. Ещё, похоже, русских слов таких и вообще земных слов не подобрано. Не придумано, не создано. Как это всё назвать и на что это всё работает? На поддержание кристаллических решёток, на поддержание жизни, на поддержание жизни разных слоёв и видов людей, животных, растений, хотя на духовные устремления. как смог, объяснил что-то примерно частично. На этом завершаю видео. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok